Продолжение следует... Малыми, как говорится, силами получать достаточно хороший урожай. Ничего особенного в моем методе выращивания картофеля нет. И, как говорится, делать это очень легко и просто. Скажу вам, намного проще, чем тот метод, каким пользуются все остальные. Это и легче, и удобнее, и проще, и самое главное, выгоднее. Выгоднее почему? Потому что у меня урожай получается в два раза выше, а то и более, чем при обычном воздействии. То есть с одной сотки картошки я получаю около тонны клубни. Теперь расскажу, почему при старых способах выращивания у вас получаются небольшие урожаи. Дело в том, что когда картошка начинает расти, то через 4 недели у нее начинается период вегетации. В этот момент у картофеля начинают отрастать тоненькие ниточки, которые называются столами. На концах этих ниточек образуются, собственно, клубни. И вот в этот момент, если подойти к кусту и просто топнуть, то эти ниточки оборудуются. И вы потеряете как минимум 30% урожая. Это как минимум. Ну а в итоге, ввиду того, что клубни, которые образуются на первых этих ниточках, столуновых, так называемых, их всего три этапа у картофеля. То есть сначала первые идут, потом вторые, потом третьи. Собственно, за счет чего и получается, что у вас все-таки есть урожай хоть какой-то за счет вторых столов. Но первые вы потеряли, потому что не вовремя обработали картофель. Итак, что хочется сказать о сроках этих. Как я уже сказал, что через 4 недели появляются эти столоны и к картошке подходить уже нельзя. Нельзя. Потому что если вы начнете в этот период ее обрабатывать, видите, столоны, первичные столоны, оборвете и лишите себя урожая. Полноценного урожая. Отсюда следует что? Что все это нужно сделать до того, как эти ниточки начнут появляться. То есть до 4 недель. Я это делаю через 3 недели после того, как картофель посаживают. Ну, начнем сначала. Сажаю я картофель так же, как и все. Междуряди у меня примерно 70 сантиметров. Это для того, чтобы удобнее было окучивать картофель. И дальше вы поймете, что это из практики уже выработано. Чтобы гребень был достойным, окучка нормальная, и картофель ростом вольготно. Я вот на практике выработал такое расстояние. 70 сантиметров между рядами и 40 сантиметров между клубнями в ряду. В землю я пошел обычным культиватором. Он не совсем обычный. Это культиватор советского образца еще. Выпускает его сейчас в Казахстане. В Казахстане, то есть он считается теперь импортным. Называется он «Гном». Это очень хороший культиватор. Мощный, крепкий, сильный. Но самое удачное, что я считаю в этом культиваторе, это его расположение. То есть он изготовлен не так, как обычные культиваторы сейчас продаваемые. С вертикальным расположением двигатель и снизу фреза. У него наоборот, горизонтальный двигатель, а впереди фрезы. В результате этого он получается более удобный. И что интересно, после него, у него очень мощный сошник, после него остается борозда. Именно в эту борозду я сажаю картофель. После вспашки. Итак, посадил я картофель. И загребаю его гроблями, каждый клубень, ну, не более 5 сантиметров, чтобы земли было над картофелем. Меньше нельзя, потому что, если дождь пройдет, он может смыть землю. И картофель окажется голым. На солнце это не очень-то положительное влияние будет на него оказываться. Вот. И даже нагребая на него 5 сантиметров, через неделю я прохожу, если, друзья, прошли, проверяли картофель, то один-два, смотрю, клубня, оголились. Вот. Приходится их подсыпать. Вот. Но больше тоже не стоит. Почему? Потому что это замедлит его время всхода. 5 сантиметров – самая оптимальная глубина, на которой заглубляется картофель. Вот. После этого, как я посадил его, строго отсчитываю 3 недели, то есть 21 день, прихожу и начинаю окучивать. Не пропалывая, ничего. Там, если что-то появляется, какие-то сорняки через 3 недели, ну, во время окучки я их уничтожаю, конечно. Вот. Нужно хорошо, как говорится, тяпочкой взрыхлить между клубнями, аккуратненько, уголочком так, ну, и вокруг, и нагрести на картофель гребень высотой примерно 20 сантиметров. К этому моменту уже сходы, ну, 10-15 сантиметров картошка из земли вырезала. Уже распустила листья. Веселенькая стоит такая. Так вот, я ее загребаю с головой. Да-да, с головой полностью загребаю всю картошку. Ну, те, кто повыше, там несколько листиков может остаться над гребнем. Это ничего страшного. Но это вот второй фактор, который очень важен после соблюдения сроков. Загребаю с головой и до копки я оставляю картошку в покое. Почему это важно? Я сейчас объясню. Дело в том, что когда картофель зашел, и вот три недели он покрасовался на солнышке, получил, как говорится, солнечные радиации вдоволь, после этого картофель, если мы его загребем с головой, получает огромный стресс. Как так солнышко было, вдруг не стало. И он моментально вылетает наверх. То есть, через неделю после того, как вы его охочите таким вот образом, ну, скажу по себе, через неделю я прихожу, у меня над гребнем картошка точно такая же, как была до окучивания. То есть, она моментом вылетает, опять за солнышком. И чем это полезно? Тем, что вот так быстро, заставив ее вырасти, она потом распушается, накрывает междурядье, и тем самым угнетает все сорняки, которые там имеются. То есть, я картошку не палю никогда. Единственное, бывает такое, если вдруг сырой год, то перед копкой немножко приходится ее освобождать от мокреца, потому что ковром прям застилаются эти дела. Вот, приходится это немножко устранять, для того, чтобы легче было копать ее. А в остальном сорняков практически нет. Почему? Потому что картофель угнетает их. И они, если и есть, то они такие дохленькие. Вот. И получается у меня так, что я подхожу к картошке всего-навсего три раза. Три раза. Это посадил, окучил и выкатал. Ну, проще не придумать уже. Проще просто не придумать. Но самое главное, что подобный метод дает полноценную картофельную радость. Это урожай. Полноценный урожай. И, в общем-то, если земля хорошая, то вы без проблем с одной сотки, вот при таком методе вас делаем, возьмете тонну картофеля. Без проблем возьмете. Чего у вас не получится, если вы будете по старинке делать так, как делали. То есть, уничтожать первую партию столунов. Тем самым, теряя 50% урожая. Вот. Однажды расскажу такой случай вам. Да что такое сносом? Мне кажется, не вам можно. Вот. Случай такой расскажу. Это еще было до того, как я жил здесь, в тайге. На общественных полях нам выделяли здесь земли, и мы выращивали картофель. И вот, я приехал через три недели его окучивать. Взял и загреб с головой. А сосед в этот момент как раз просто полол. Ну, по старинке это делал, как всегда. Через три недели приехал прополоть, а еще через две, то есть через пять, уже когда нельзя к нему подходить. Он планировал окучить. И когда он увидел, он говорит, слушай, что ты сделал? Ты погубил картошку. Как погубил? Ну так, она же не будет у тебя расти. Я говорю, хорошо. Давай встретимся во время копки и сравним. Вот у меня одна сотка здесь посажена, а у тебя три. И какой у нас будет урожай? И что вы думаете, у него глаза были такие, когда мы копали картошку, что он просто не знал, как их удержать на месте. Они выпадали у него практически. Потому что у меня с одной сотки урожай был больше, чем у него с трех. Вот так. Поэтому я считаю, что надо воспользоваться этим моим знанием. Не отвергайте его совсем. Конечно, поверить во все это не так просто. Ну, давайте сделаем так. Возьмите просто часть небольшую и обработайте так, как я предложил. Это будет очень показательно, когда вы увидите, что здесь будет один урожай, а в другом месте, где вы по старинке выращивали, будет другой урожай. Это будет таким доказательством, лучше которого не потребуется. И вы поймете, что то, что я рассказал, это действительно правда и истина. Вот. Что же еще тут? Концовочки. Ах, да. Совсем забыл этот момент. В одном из роликов, в которых я рассказывал о поражающих факторах, про картошку мы уже закончили, я уже сейчас о другом начну. В одном из роликов, где я рассказывал о поражающих факторах, я упустил, это моя вина, прошу за это прощение у вас. Упустил один из факторов. Этот фактор очень важный. Один из самых важных. И, конечно, на мне вина лежит, что я его упустил. Значит, фактор этот, собственно, сама кукла, выход куклы. Это очень опасный фактор. И если от волны можно спрятаться, от наводнения тоже, от землетрясения можно убежать, то от выхода куклы никуда не денешься. Никуда. И если вы не подготовитесь себя, свое тело, к этому акту, то это может для вас очень тлоченно закончиться. Вот. Ну, как подготовить себя к выходу куклу, я уже рассказывал в одном из роликов. Поэтому я думаю, что это будет правильно, если вы займетесь этим делом своевременно. Времени у нас осталось очень мало. Два с небольшим месяца всего. Тем, кто не верит, как раз придется убедиться в этом просто через это время. Так, ну, что еще? Ну, что еще у меня в этом простом ролике добавить? Вот, Евдокин здесь задавал вопрос, Сергей, о коме, о трех днях комы. Речь шла собственно о кукле, о выходе куклы во время комы. Я обещал ему ответить в ролике, что я сейчас и сделаю, наверное. Значит, смысл в чем? Кукла нас покидает только в момент смерти. Кома, если она действительно длительная, это для куклы, в общем-то, действительно процесс смерти. И очень часто кукла покидает наше тело именно во время комы. В других случаев, кроме талтэкских практик, где они заставляют через остановку внутреннего диалога, собственно, остановку внутреннего диалога для куклы тоже является фактором смерти человека, потому что человек без мыслительного процесса, коим является внутренний диалог, неживой для нее, по крайней мере. По ее программе кукла это робот голографический, и по ее программе это является смертью человека, если внутренний диалог остановился. Поэтому она покидает, вот, талтэки заметили этот фактор, и начали таким образом избавляться от человеческой формы, как они называли это инородное устройство. вот, ну, а кома это естественный процесс такой, который иногда случается у нас, вот, в результате этого кукла во время кома, конечно, не будет внутреннего диалога, это, опять же, все складывается вместе, вот, и во время этой комы кукла, видя, что человек умер, может покинуть его тело, может покинуть. Но, опять же, все будет связано с тем моментом, насколько кома глубока, и ушел ли, ушло ли наше второе тело, как вот многие рассказывают, что вот, видели полет в туннеле куда-то, вот, это процесс как раз, когда наше второе тело энергетическое вместе с шаром сознания улетает в иное измерение, вот, и когда такое происходит, то физическое тело остается полностью без присмотра. И кукла делает вывод, что да, пора сматываться. Но, не всегда это происходит, не всегда это происходит. Если кома недостаточно глубока, и если энергетическое тело не ушло, а находится рядом, поблизости, кукла это видит, и, как говорится, не принимает решения покидать. этого человека, это тело, поэтому необязательно, если человек перенес кому, то он лишился кукла. Я надеюсь, что и ответил Сергей Евдокимов на его вопрос, вот, потому что отвечать ВКонтакте писанины это было бы долго, и не очень удобно. Ну, вот, думаю, на этом этот 13-й ролик закончен, слово 13, опять выпало. Ждите следующих роликов, они будут скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok